Теперь должно быть лучше, слышно быть должно намного лучше. Видна ли презентация, слышен ли звук, жду плюсов. Отлично, вот уже пошли плюсы. Хорошо. Итак, вебинар посвящен компании Inditex. Это испанская компания, которая владеет крупными мировыми брендами, выпускающими одежду. Это Zara, Stradivarius, Bershka. В каждом торговом центре в любой стране наверняка есть все эти, если не все, то большинство этих брендов. Как всегда, представлюсь, я Фред, управляющий активами, торгую на рынке акционов Нью-Йорк, Чикаго. Почти на всех рынках торгую. Увлечен рынками. Ну и, в общем-то, все меня здесь знают, как выставляться не надо. Обязательно предупреждение о рисках требований регулятора. Не знаете, маржинальная торговля начинает с CFD и заканчивая Форексом. Она сопряжена с рисками. И вот, собственно, об этом предупреждение на экране. И, конечно же, Адмирал Маркес, организатор вебинара. Офис Лондон и офис Сталин. Они имеют офисы не только в этих странах, это основные офисы, где больше всего операций, больше всего работников. И, наконец, имейлы и телефоны, куда можно звонить, писать по любой проблеме, связанной с торговлей. А по вебинарам лучше писать мне, вот сразу же в чате или мне на Skype. Я напишу сразу Skype. Предлагайте темы. В прошлый раз я объявил, что можно предлагать свои темы и получили сразу несколько интересных топиков. И, так, вот это Skype, а вот это Instagram. Второй. Так что, кому интересно, добавляйтесь. Так, правильно ли я написал? Да, правильно ли я написал. Окей, начинаем. Я специально не готовлю никаких презентаций, потому что часто мне пишут вопросы, спрашивают, где я получил ту или иную информацию, на каких порталах, на каких сайтах, как вообще добывать макроэкономические данные, отчеты, где читать. Поэтому мы все будем делать вживую. Даже если мы не найдем отчеты в компании Inditex, ну, тоже будет уроком. То есть я даже не знаю, где они лежат. Вот я точно так же, как вы, решил поинтересоваться, насколько интересна компания. У меня есть в метатрейдере график Inditex. Мы позже зайдем туда и разберем технический анализ. А пока я хочу знать, что из себя представляет компания по хотя бы мультипликаторам. Можно совсем уж глубоко в балансах не копаться, хотя мы это сделаем обзорно. Я открываю вот просто Google, да, сейчас я экран включу, надеюсь, он виден. Я открываю просто Google и в Google набираю вот Inditex, потому что у нас даже в метатрейдере, это компания под тикером, тикер называется ITX, а компания, собственно, Inditex. А вот я вбиваю Inditex, он находит сайт, да, главный, вот, Inditex.com. Я нахожу Investor Relations, вот, или Investors иногда называется, по-разному. Открываю этот раздел, так, я убежусь, что видно все. Да, наверное, видно, иначе бы были минусы. Я захожу в Investors, открываю, ну, что тут можно открыть? Investor Relations, Investors and Shareholders, давайте посмотрим, что в последнем лежит в окне. А, нет, здесь просто лежит информация, куда звонить. Вот, наверное, Investor Relations. Да, все здесь, действительно, все мы собрали сюда. И вот тут даже бренды видны, вот Zara, Pull&Bear, Massimo Duty, да, я забыл о нем. Bershka, Stradivarius, Oysho, я впервые вижу. Zara, да, есть в Испании много магазинов, домашний, всякая утварь продается. И у Turkey тоже, я не знаю, что такое, вот, два из них даже не слыхал. А дальше идем, давайте Share Capital Stock посмотрим. А нет, пусто. Financial Data, Data. А вот здесь у нас балансы, видите, с 2008 года, консолидированный баланс. Я шрифт увеличу немного, чтобы было лучше видно. А с 2007 по 2015, 2016 у них, значит, еще не готов. А, к сожалению, это плохо. У всех уже закрылся квартал, и годовой отчет готов. А вот Inditex не успел пока сделать. Но думаю, что на днях, со дня на день будет, потому что слишком поздно для подготовки годового отчета 2016 года. Ну, хорошо, дальше, что мы еще можем здесь увидеть, Investor's Agenda, это здесь календарь того, что будет выходить по Inditex, например, 2 мая 2017 будут промежуточные дивиденды, вот дивиденд payment, интервеймент промежуточные, результаты за первый квартал, 14 июня, о, не скоро еще будут они. А, нет, это за первый, стоп, это за первый, все правильно, за первый они успеют. А вот когда будет за прошлый год, здесь не написано. Точнее, я так понимаю, что он давным-давно должен был быть уже, потому что, смотрите, за год 2017 они ожидают в марте 2018 опубликовать. За, допустим, первое полугодие, вот, first half results, 20 сентября опубликовать, то есть, за три месяца. Ну вот, если за 17-й будет в марте 2018, то за 16-й в марте 2017, мы пока не видим отчета. Хорошо, может, в annual report они поставили, давайте посмотрим. Annual report. Нет, за 15-й, 14-й, 13-й, 12-й, вот тут есть все, вплоть до 7-го, да, должно быть. О, даже до 2002-го, первого, какая старая компания, 98-й год есть отчетность. То есть, с точки зрения корпоративной отчетности, дисциплины, хоть они поздно опубликовали, или еще даже не опубликовали за 16-й год, но с 98-го года любая отчетность лежит на сайте, и все это можно проверить, исследовать, как растут продажи, как прибыль меняется. Прекрасно, просто прекрасно, и никто не сможет пожаловаться на то, что информации по MDTX нет. Есть абсолютно все. Давайте посмотрим, есть ли у нас что-то готовое, вот, чтобы не копаться в отчетах, сможем ли мы цифры посмотреть уже, коэффициенты. А вот я захожу, какие-то результаты и презентации, профиль компании можно скачать. Кстати, полезная вещь зачастую, там не просто название компании, да, написано в разделе «Профиль». Сейчас подумаем, сколько листов, несколько листов все-таки будет, сколько, 10-15. Наверняка тут речь идет о брендах, количестве магазинов, такая общая информация, которая не помешает для того, чтобы просто владеть ее изначально до того, как копаться, 88 листов. Что же они тут расписали? Возможности глобального роста. Сначала дисклеймер, как обычно, видите, не только я дисклеймер делаю, да, в начале вебинара. У них в презентации тоже есть такой дисклеймер, что этот документ там содержит то-то и не содержит того-то. Это не предложение покупать или продавать. Как обычно, какая-то худышка швабрана, этим самым, ну, как это модно и принято. Очень худые люди обычно на фотографиях компаний, выпускающих одежду. И какие-то вот, да, вот они бренды. Их 8. То, что было перечислено, ну, из известных Zara, Massimo Duty, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, да, остальные, еще два там есть, кроме Zara, вам неизвестны. Сколько у них магазинов? 7292 магазина, ну, и онлайн, само собой. Продажи по всему миру за 16-й год. Вот уже у них есть цифры за 16-й год. Все отчетности пока нет, а цифры уже есть. 23 миллиарда с лишним продажи за 16-й год. И компания вся стоит, вот тут я удивлен, компания стоит 101 миллиард. Ну, не то чтобы это много, нет, это много. Например, знаете, сколько стоит GES? Да, вот конкурент Zara, хоть и там всего одна, хотя нет, вру, не одна там компания. GES это тоже группа все-таки компаний. Вот зайдем в Finviz и посмотрим, сколько стоит компания GES. Я как раз по ней сегодня писал небольшую статейку о том, что там дивидендная доходность уже 8 с лишним процентов, 8,57, вот она здесь, 8,57. GES стоит 870 миллионов, то есть, если бы она стоила миллиард, то в 100 раз меньше Zara, в 100 раз, просто в цифры эти, да, прислушайтесь, 100 раз меньше, даже больше, чем в 100 раз стоит GES. Ну, Майкл Корс чуть больше GES стоит. Ну, и, в общем-то, тут все понятно, в каких странах присутствует. Это очень хороший документ, не преуменьшайте его важность, не недооценивайте. Это очень важная вещь для того, чтобы просто начать этой компанией заниматься, изучать. Тут все основное, вот даже вот такие графики, как растут у них, что у них здесь растет, продажи. Мы видели 23,3 в 16-м году миллиарда продажи, а вот в 7-м году, 10 лет назад, было в 3 раза меньше, почти в 2,5 раза меньше. Видите, так бурно развивается. И не было ни одного года, чтобы продажи уменьшались. Даже кризисный год, 8-й показал рост, 9-й показал рост. И каждый год они увеличивают продажи. Вот что значит эффективная компания, хорошо продающая и, скорее всего, регулирующая издержки неплохо. Но мы этот документ все-таки досмотрим. Мне он начинает нравиться, потому что тут не вода уже, а достаточно интересный. Итак, на Европу, а вне Испании, то есть, ну, хорошо, начнем с Испании. На Испанию приходится 17% продаж. Можно сказать, что это глобальная компания. У себя в стране она продает всего 17%. Так, вижу, что все видно. Да, окей, все видно. Все ли участники зарегистрировались. Да, 24 человека у нас, отлично. У себя в стране они продают 17%. В Америке, ну, в Америках северной и южной всего 15%. Вот вам и потенциал, где они могут развиваться. Да, в двух Америках всего 15%. В остальной Европе 44%. То есть, на Европу вместе с Испанией приходится 63%, почти 2 трети бизнеса приходится на Европу и Испанию. То есть, они будут дальше, если расширяться, то большой потенциал. И, конечно, Азия и Rest of World, да, остальной имеют 24%. Вот вам еще один сегмент для развития. То есть, они сосредоточились на Европе. Если они пойдут дальше с этими своими брендами, которые в Европе показали уже эффективность, завоевали сердца модниц и модников. Мне, конечно, не очень нравится качество. Ну, ладно, это уже другая история. И причем я не какой-то капризный модник. Ну, все же, Zara выпускает невысокого качества вещи, даже для той ценовой категории. Я про мужскую. У женских продуктов лучше, наверное, история. Вот тут, как они образовались, все начиналось с Zara в 1975 году, наверное, да, это год образования. В 1975 году, а потом появился Максима Дюйтик, Лонбир, Пешка, ну и так далее. Последний был вот уперфю какой-то бренд, восьмого года я впервые о нем слышу. Возможно, для каких-то регионов конкретных они внедрили какой-то новый бренд. Ну и онлайн селс. Давайте посмотрим, что-нибудь по финансам. Концепция какая-то. Сейчас все хорошо для того, чтобы знать. Секунду, я что-то пропустил. Оперейтинг, Централ Суппорт, так, это понятно, в каких регионах, Барселона и так далее. Наверное, операционные компании, управляющие. Ну и дальше концепция, наверное, не столь важно, чтобы мы тратили на это сейчас время. Отдельно уже по брендам, по Zara, самый крупный бренд. По другим наверняка тут будет распределение по прибыли. И вот Massimo Duty, продаж отдельный и все остальное. Вот Massimo Duty они позиционируют как более лакшери, нежели все остальное. Тут качество лучше, и магазины лучше. У них специальный даже запах есть, который во всем мире, в любом магазине Massimo Duty пахнет в салонах, в магазинах одинаково. Такой древесиной какой-то пахнет. Я уже говорил в прошлый раз, когда рекламировал этот вебинар. И даже в Таллиннском торговом центре, вирукескус, попросили их немного сделать запах менее насыщенным. Потому что были жалобы, входишь в магазин, даже не входя в магазин, уже такой стойкий запах. То ли древесины, то ли чего-то. Но это особый запах. Целый бизнес по продаже вот этих ароматов разным салонам, атлетическим, залам тренажерным, кафе. То есть у всех разных запах. Окей, вот это была презентация. Не вся я до конца не буду уже идти. Понятно дальше по всем магазинам. Дальше какое-то подробное перечисление в Лондон, по странам и так далее. Окей. Это была презентация вот Company Profile. Всего лишь простая самая презентация, где можно все уже увидеть. Даже не знаю английского языка, в цифрах. Можно в Google-переводчик убить какие-то основные вещи. Дальше веб-каст. Широковый веб-каст это, по-моему, аудио. Подождите. Conference Call называют и веб-каст. Это, по-моему, аудио-презентация. Нет, тут регистрироваться надо. Окей. Есть такое понятие Conference Call, где после любого отчета, после любой публикации EPS, данных, SEO-компании, финансовый менеджер, они дают такую пресс-конференцию, им задают вопросы. Это называется Conference Call. Так, тут у нас что? Третий квартал 16-го. А, подождите. Так вот же результаты. Почему они не опубликовали? Вот они есть результаты. Полный 16-й год. 15-го марта опубликовали. Все верно. А мы тут жалуемся, что у них пока нет отчетности. Вот результаты. Презентация. Транскрипт. Давайте презентацию посмотрим за 16-й год. Она может быть достаточно важна. Даже, может быть, в баланс не придется уходить, копаться, если тут все есть. Просто нам интересно, как меняется рентабельность, как меняются мультипликаторы. Если они это за нас делали, то нам не обязательно уходить куда-то в баланс отчет о прибылих. Так. Или это то же самое? Мне кажется, это очень похоже на то же, что мы видели. Рост продаж там 12%. Наверное, это кусочек из предыдущего отчета, очень похоже. Давайте, если мы не найдем какие-то... Да, это тот кусочек, который был в конце. Ну вот уже я вижу коэффициенты. 16-й год. Чистые продажи. Net Sales. Вот они выросли на 12%. Неплохо. Но это продажи, да, просто не чистая прибыль. Gross Profit. Рентабельность. Но это gross, опять же. Странно, очень низкая рентабельность, gross. Для gross это низкая. 10%. Earning before interest and taxes. Это что-то вроде между операционной и чистой прибылью. 9%. И вот net income 10%. Ну, немного, но и немало. Потому что у GES, например, у GES, я вам сейчас открывать не буду, чтобы время не терять, рентабельность, чистая рентабельность. То есть, с каждой там футболки, джинсов, чисто, да, весь бизнес приносит экстракционерам всего процент. Всего 1%. То есть, Zara на фоне GES очень даже эффективная компания, которая со шмотки 10-ю часть выжимает в виде чистой прибыль. И вот тут написано, very strong operating performance. То есть, очень такая хорошая операционная, показатель операционной эффективности. Ну, да, так оно и есть. Для этой индустрии это достаточно много. Это всего лишь нам кажется, что... Давайте я в чат вернусь, может быть, есть вопросы. Нам кажется, что если компания шьет там где-то в Китае, во Вьетнаме смотки и себестоимость этой футболки копеечная, а нам ее продают там за 59,99, а на самом деле это всего лишь себестоимость к товару... Как сказать? Ну, да, это себестоимость, это соотношение цены продажи к цене производства этого товара. Хотя она и здесь была низкой. Я вот почему удивился. Гросс профит всего 10%. Непонятно почему. И общая рентабельность 10%, и чистая рентабельность 10%. Ну, и ладно. Так вот, если учитывать абсолютно все, аренду магазинов, вот вы видели, Максима, Дьюти, все это недешево стоит содержать. Содержание, лицо компании, там еще что-то, какая-то известная модель, там пару миллионов в год получает только потому, что рекламирует. То это достаточно большие расходы, и чистыми же с каждого товара получается совсем немного. Так что, когда говорят, что эти шмотки стоят копейки и шьются в Китае, может быть и правда, но это же не весь бизнес, сшить футболку и налепить на нее этикетку Зара. Чтобы эта Зара-этикетка что-то стоила, кто-то на нее обращал внимания, нужно еще массу расходов поделить. Хорошо, давайте посмотрим cash flow, тоже растут, дивиденды растут, то есть они выплачивают все больше и больше дивидендов, это хорошо. Капитальные расходы тоже на 4% выросли, все выросло, текущие деньги с операцией cash flow operations тоже выросли на 13% пока, все очень хорошо. Space growth, я так понимаю, это рост салона, магазинов, то есть площадей на 8% вырос, то есть не в штуках, а, наверное, в квадратных метрах, скорее всего, потому что магазин может быть маленький, добавится 10 магазинов, а это всего лишь 1%. Дальше, на 43 рынках они есть онлайн, присутствуют, то есть можно купить через интернет. Ну и, в общем-то, strong growth и здесь, все тоже здесь хорошо. Продажи, мы уже видели эту цифру, 12% роста, отлично. Правда, мы тут должны сравнивать с другими компаниями, просто формат вебинара не позволяет прям открыть все Michael Kors, какой-нибудь там Armani или что еще там, из Luxury всякие, Louis Vuitton даже, все это сравнить, за час, за 50 минут мы не успели бы это сделать, поэтому я показываю, где это смотреть. Вот как раз на e-mail у меня был сегодня вопрос по поводу, где рассматривать данные, какие порталы использовать для того, чтобы получить не просто мультипликаторы, допустим, если это Америка, вы зашли на Finviz и увидели вот эти мультипликаторы, которые, ну, я миллион раз их показывал, любой наш анализ тематический по CFD или акции, он вот начинается с Finviz. Так вот, вот здесь уже есть сжатая такая таблица всяких данных, которые выжатые из этих балансов, даже из этих презентаций можно выжать. Так вот, если этого вам не хватает или бумага не котируется в Америке, а MBTX в Америке не торгуется, и нужно как-то самому посчитать, то не обязательно прям считать, вы можете в презентации найти отчеты, которые показывают часть этих мультипликаторов, может даже больше. Ну, вот сейчас мы увидим, больше или нет. 48 листов на 21-й странице, и посмотрим, что нас дальше ждет. Так, новые площади в основных наших, да, locations, как в странах, так скажем, да, регионах выросло на 8%, но мы уже это видели, вы говорили нам об этом. Опять же, вот эта таблица, которая из первой огромной company information презентации, она уже была, сколько в Испании, сколько где, понятно, окей, вот такая диверсификация у них. Хотя, если брать Америку северную, самая богатая часть, вместе с Азией, я бы не сказал, что Азия бедная часть, все-таки Китай и Япония. Да и Dezara не такая уж, вообще ни разу не лакшери, а Китай самое то для них. Видите, всего 24%, четверть региона-то представляет чуть ли не половину населения, а вот и Америка достаточно богатая часть, где было бы неплохо, 330 миллионов только Соединенных Штатов, всего 15%. То есть для потенциала регионального есть куда расти. Так, gross profit вырос на 57%. Нет, подождите. Вот я подозреваю, что он вырос на 10%, а он составляет 57%. Вот, точно. До этого мы смотрели, насколько выросла. Немножко ошибочка. Вот почему gross profit ни разу не 10%, он вырос на 10%, но он составляет 57%. То есть с каждой футболки они 57% выжимают по сравнению с себестоимостью. Сейчас узнаем, сколько у них чистыми натынками, вроде там было уже 10%. И он вырос на 10%, то есть он был 12 миллиардов, вот все, да, минус расходы на ткань, на пошив. Стало 13%, значит 10% рост, 16-15-20% рост. А всего составляет 57% этот gross. Ну, допустим, что достаточно стабильный этот самый. Дальше, operation expenses. Вот здесь видно, что 8 миллиардов это операционные издержки, уже самому надо считать. Зря они, конечно, таблицу такую не сделали, где прям все видно. Дальше, как изменились, ну, я как-то на реальных курсах, на семинарах показывал, как считать, как это называется по-русски сейчас, оборот наличности. Оборот наличности, то есть запасы inventory, счета к получению receivables, ну, если кому интересно, можно даже записать. Payables, счета к оплате, это вот основные три термина, оборот наличности. Запасы изменились, выросли на 16%, счета к получению на 29%, счета к оплате упали на 16%. Ну, и в итоге получилось вот так. Правда, надо копаться, смотреть, насколько запасы выросли на 16%, или они называют это улучшением на 16%. Потому что, если запасы выросли, это плохо, товар не продается. Тут нужно копаться, смотреть. А вот Payables, они уменьшились, счета к оплате уменьшились, это хорошо, если уменьшается счета к оплате. А, нет, вы видите, если уменьшаются счета к оплате, значит, они отдали эти деньги. Это плохо. Ну, грубо говоря, для оборота наличности очень важно, чтобы вы, ну, то есть бизнес чужие деньги отдавал позже, свои деньги собирал раньше, и на складе товары хранились недолго. То есть, если в прошлом году товар хранился три дня, чужим они оплачивали счета через пять дней, а свои деньги получали через десять дней, то мы получаем товар спит три дня, свои деньги спят десять дней, уже тринадцать, и чужим они задерживают, ну, допустим, пять. Чистыми остается восемь. А в следующем году они стали товаров меньше на складе держать, то есть уже эффективный бизнес, он производит столько, сколько продается, они спят товары сутками, днями, месяцами на складе, да, уменьшили, допустим, до двух дней, хотя это невозможно, но просто цифры с воздуха взял. Чужие деньги стали они отдавать позже, то есть они начали оборачивать чужие деньги, они начали зарабатывать чужие деньги на большее количество дней. Это хорошо для бизнеса, то есть вы должны были отдать сегодня там шестнадцать миллиардов по всему бизнесу, да, отдали не сейчас, а через неделю. Грубо говоря, эти шестнадцать миллиардов еще неделю покрутились в вашем бизнесе, это же хорошо, можно просто банк положить и заработать на овернайт, грубо говоря. И ваши деньги стали собираться быстрее, то есть раньше магазины, дистрибьюторы вам оплачивали позже, тянули, а теперь у вас, то есть это показывает, насколько бизнес эффективный, вот такой вот оборот товаров, денег своих, денег чужих, в итоге он должен давать вот такую цифру какую-то, да, получилось в working capital вот столько дней задерживаться, ну тут нужно копаться, они просто такую сухую цифру дали, что так с первого раза не догадаешься, что к чему. Но, грубо говоря, я вам объяснил, что и как, почему это важно, и как это считается, и так вот бизнесы, видите, Zara это чуть ли не там две трети, шестьдесят процентов бизнеса, а вот эти новые марки, я даже о них не слыхал, это очень маленькая часть бизнеса, Bershka на втором месте, Massimo Duty на третьем поле, Beer, вот, равноценно чуть ли не четверть, ну и Stradivarius вместе с ним, может быть, треть, и остальное не важно, Zara, это вообще не одежда, это там домашняя утварь. Что тут у нас, EBIT, EBIT расшифровывается как прибыль до вычета, before, до вычета и интерес, то есть процентов и налогов, вот так вот, EBIT, да, еще говорят, DA, это depreciation, амортизация, ну вот такая, более-менее чистая прибыль, вот, тоже растет, нет, это не растет, это маржа, EBIT sales 18, 17, видите, самый высокомаржинальный бизнес всех это Zara, вот почему мне качество не нравится, себестоимость ниже при прочих равных, да, вот, вот это я не знаю, ROG, это rate of change, там чего-то, я не знаю, честно говоря, нужно там внизу смотреть, они обычную шифровку дают, что такое, ROG, ну вот соотношение EBIT sales, это маржа, операционная, близко к операционной, в целом по бизнесу 17%, ну, неплохо, неплохо, у GES вообще там копейки, давайте посмотрим, операционная у GES сколько, у GES операционная тоже один, позорище просто, бизнес работает на 1%, шить футболки, лепить на NIRGES, ставить еще знак вопроса в конце, да, такое у них лого, и зарабатывать с этого какие-то копейки 1%, хотя себестоимость, ну, то есть это считается нормой, видите, черным цветом в Инвизе, это считается нормой, давайте Kors посмотрим, Майкл Корс, что творит, естественно, выше там, рентабельность, намного выше, это и новый бренд, и более модняшный, и такой, более лакшери, 59 груз, 16, вот, 16 раз выше, чем у GES, вот почему акции GES где-то на полу валяются, но дивидендная доходность у них высокая, если это дно, то хорошо бы подбирать GES, но я скажу вам, что я немножко расстроен по поводу GES, у меня тоже они лежат, по 12 чем-то, сейчас 11 где-то, ну, я правда ставил хедж, взял с него, ну, где-то по нулям, может быть, и есть, плюс там дивиденды придут, плюс я колл продал, сейчас 13, но неважно, я думаю, что по нулям я сейчас нахожусь, так вот, я выйду на 13, я долго ждать не буду, потому что бизнес все хуже и хуже, в том смысле, что 3% они брали в прошлом году, рентабельность была у них с каждого товара, сейчас 1 в 3 раза упала, то есть еще чуть-чуть они что, будут в минус работать, поэтому это не есть хорошо, и так, мы увидели, что Zara очень даже неплохо себя чувствует, при таком большом охвате, а сколько у Майкла Корса магазинов, вот в Finvizia внизу тоже дается, вот здесь такая маленькая, 278 International Retail Stores, ну, да, немного на фоне Zara, на фоне Inditex, очень даже немного, но это новая, новый бренд, поэтому все только начинается, и так, Outlook, то есть прогнозы на будущее, вот в этой презентации за 16 год, типа они делают многогранную бизнес-модель, глобально интегрируют там магазины, ну, это общие слова, на самом деле, нет особого вообще внимания не надо, и очень сильные показатели роста, гробства, возможности роста, вот страны, где они представлены, в Африке их почти нет, только ЮАР, там Марокко, это, по-моему, Саудовская Аравия, тут Египет, если не ошибаюсь, там, Египет, вся Европа почти, кроме Белоруссии, вот, если здесь есть белорусы, отпишитесь, у вас нет, к сожалению, Зара, магазинов, вот почему так много белорусов при этом приезжают в Испанию, наверное, в Казахстане, так, это Казахстан, в Казахстане, нет, это не Казахстан, это Монголия, вот Казахстан, по-моему, да, это Монголия, Монголии нет, Белоруссии, и тут Черные Мои, ну, почти везде есть, так, вот, в Азии еще есть возможности куда-то попасть, так, в Европе рост, тоже там, резюме, как это все росло, дальше по всем регионам возможности роста, ну, и, наверное, все, отчет подходит к концу, еще одна худая девочка, Индия, и все, да, и давайте посмотрим магазины с 12 по 16 2470, там увеличение, ля-ля-ля, слияние, ну, в общем, изменение в количестве магазинов, дальше примерно 320 тысяч квадратных метров, ну, это так, общие цифры, они, на самом деле, так, ни о чем, потому что нас волнует изменение, и дивиденды в 16 году выросли на 13%, то есть на одну бумагу, вот, смотрите, это уже нас касается, CFD тоже получает дивиденд, если вы купите в Медатрейдере, да, Индитекс, CFD, то вы обязательно получите дивиденд, 2,1 миллиард в 17 году было инвесторам, распределено по дивидендам, с 10 года 113% удвоилась, выплата дивидендов удвоилась, вот, неплохо, ДПС, это дивиденд фешей, да, 68 центов, сейчас на одну бумагу, сколько стоит сейчас бумага, давайте посмотрим, 33 доллара за штуку, если получать за год 68 центов, где мой калькулятор, он далеко, 68 центов получать за одну бумагу, то это 2%, да, получается примерно, значит, 33 цента было бы, это 33 доллара, 1% все, да, 2% немного на самом деле, дивидендная доходность невысокая, 2%, полпроцента за квартал, если бумага не изменилась в цене, то полпроцента в квартал вам будет начисляться, так сказать, доходность за, вот вам весь 16-й год, 48 страниц было в этом отчете, на самом деле я разочарован, сейчас я вернусь в чат, если есть вопросы, пишите, я разочарован в том, что они нарисовали так много всяких картинок, всяких худых девочек, салонов и магазинов, фотографий, и так мало было полезной информации, у какого-нибудь там Гербалайфа в десяток раз больше графиков, информации, чем у такого глобального бренда по разным магазинам, ну, не густо на самом деле, не густо, все-таки придется самим копаться в отчетах, смотреть, что из себя представляет компания, давайте вернемся на предыдущую страницу, это был отчет за 16-й год, точнее это была презентация, давайте глянем, что за транскрипт, это по-моему с пресс-конференцией, да, conference call, это транскрипт от conference call 15 марта, когда собственно и поступили, данные за 16-й, то есть вот 31-й год заканчивается 31-го ноября, это именно финансовый год, не 1-го января, а 31-го января, вот такой у них странный финансовый год, и вот транскрипция, кто участвовал, вот participants, Пабло Исла, председатель, так сказать, совета директоров, и генеральный директор одновременно, Игнасио там, с СФО, вот я говорил, что финансовый менеджер обязательно участвует, и capital market director, тот, кто отвечает за рынки, там, капитал, да, то есть за акции, и вот аналитики, которые участвовали, задавали вопросы, вот, так сказать, Societe Generale, кто еще, McQuarr, RBC, Royal Bank of, нет, это не Скотт, он, это Royal Bank of, там, чего-то, RBC, в общем, Беренберг, UBS Warburg, там, BPI, и Deutsche Bank, вот эти люди участвовали, в общем, часть женщин, вот, Анна, Мишель, видимо, анализ брендов, поручили женщинам-аналитикам, вот здесь, вся распечатка, там, good morning, бла-бла-бла, и вопросы, ответы, вопросы, ответы, это очень полезная вещь, кстати, это то, чего нет в цифрах, то, что не попало в сухие отчеты, в балансы, даже в презентации, вопрос-ответ, и он по слайдам, слайд 35-ый, показывает и говорит, что тут, что показано, на этом слайде, он тоже там есть, видимо, эта презентация, которую мы смотрели, да, точно, эта презентация, и, наконец, результаты, тут должно быть намного больше цифр, цифр, хотя 15 листов, давайте посмотрим, сжали они все, вот здесь видите, такие резюме, и бит, насколько, на тынком, насколько вырос, все очень сжато, поэтому всего 15 листов, вот часть цифр мы видели, продажи, давайте shift увеличу, продажи, по всем магазинам, больше всего выросли продажи в Zara Home, домашний обиход, видимо, это связано с тем, что рынок жилья восстанавливается в Испании, в этом году был очень сильный рост, по сравнению с предыдущими, но может не по этому, но в общем, факт остается фактом, как в регионах, это мы уже видели, собственно, цифр здесь тоже не особо много, все, это результаты, и вот консолидированный statement, это у нас отчет о прибыльных и убытках, очень сжатый тоже, по пунктам они не разделяли очень сильно, вот выросли продажи с 20 миллиардов до 23, вот себестоимость, вот тоже выросла, но в процентах ничего не изменилось, gross margin, как был 57,8, так и остался 57,8, даже уменьшился, уменьшилась операционная, не процентная, а gross margin, региентабельность грязная, так скажем, вот операционная, их несколько, EBITDA, EBIT, EBIT, EBIT 22, ну, стабильно, стабильно на самом деле, то, сколько они выжимают с каждой футболки, очень стабильно, и наконец NET, NET income margin, 13,8 было, стало 13,5, чуть-чуть уменьшилась, но очень даже стабильная, то есть себестоимость на всех уровнях практически не изменилась, это хорошо на самом деле, вот у GES она упала в три раза, она была, 3% стало, 1%, а у них не изменилось, дальше баланс, активы, там не текущие, текущие, total, вот все это видно, но тут без коэффициентов не обойтись, да, грубо говоря, тут нужно именно сравнивать, баланс же, это просто фотография, да, фотографический снимок того, что было 31 января у них, в банке, в стоимости активов, на складе, вот это просто данные, без сравнения, это ни о чем, отчет о прибыли, хоть что-то нам показывает, и вот statement cash flow, как у них менялось движение от капитала, это еще менее важно по сравнению с предыдущими, отчет, тут у нас дополнение, приложение, дополнение как угодно, и, наверное, второе дополнение, ROE, да, вот они коэффициенты считают, ROE стабильный, в рейтинге 26,26, а предыдущее, что было, сейчас посмотрим, предыдущее было, income statement квартальный, вот уже даже по квартальному, они публиковали, посмотрим, как на это income маржа менялось, первый квартал, 11, 12, 16, 13, вот в третьем квартале, они хорошо продавали, с высокой маржой, непонятно, почему у них по кварталам, так сильно скачет, рентабельность чистая, ну, может быть, какие-то издержки уменьшились, или еще что-то, навряд ли они цены изменили, или, может быть, там, какие-то предрождественские продажи, цены выросли, не знаю, ну, вот так факт остается фактом, ROE, и так далее, дальше, в магазинах, по которым есть франшиза, своих магазинов, ну, тут все уже, чистая операционная, нет, новые магазины, новые магазины по кварталам, видите, Zara в квартал открывает от 1 до 30, вот во втором только один магазин открыли, а в третьем 30 магазинов открыли, всего 65, а вот Zara Kids детские, они закрывают наоборот, по 10, в первом квартале 10 магазинов, непонятно почему, видимо, они закрывают этот бренд, Zara Kids не пошло, видимо, там конкуренция, хотя бы даже с Monomi, очень мне нравится, французский, по-моему, бренд, Monomi, там такая детская, еще для ляля, и для маленьких детей одежда, очень красиво, у них всегда битые, а дальше, по всем остальным выросли, все выросло, количество магазинов, особенно, особенно Zara, 50 магазинов, видели, у них в этом году был самый большой рост, вот и прирост был, и вот это вот, у TerQ, совсем немножечко выросли, на 6 магазинов, почему-то сильно развиваются, очень сильно, давайте перейдем к акциям, у нас 15 минут, почти все цифры мы рассмотрели, я думаю, хорошую работу проделали, для вот этих вот, там 40 минут, да, для очень короткого периода, неплохо, мы, так сказать, быстренько все изучили, прошлись, давайте откроем наш, вот я сейчас включу мини-трейдер, он опять будет глючить, если будет плохо слышно, вы напишите, я уберу мини-трейдер, мини-терминал, точнее, если будет звук пропадать, вы скажите, я уберу, вот этот, вот мини-терминал, мне кажется, это из-за него глючит, все, и так, мансли-график, я переключаю на наш терминал, на мета-трейдер, переключаю на мета-трейдер, напишите плюсики, если видно, у вас сейчас на экране график, компания Inditex, на белом фоне, есть ли плюсики, никто не вставит плюсики, что ж, не видно, не верю, да, игорь поставил, плюсики, и так, переходим на график, ну, рост, он, конечно, отразился и на ценах, хотя, давайте посмотрим, где у нас 16, мансли-график мало, что нам даст, давайте перейдем на 16 год, точнее, на weekly, чтобы увидеть 16 год, и поставим здесь такую линию, 16 год, 15, и вот он начался, вот здесь, 16 год, то есть за 16 год мы не сильно выросли, вообще не выросли, можно сказать, ну, было вот открытие года 31, стало 33, совсем мало, там, 5-6% выросли, может быть, этот рост продолжится, потому что цифры мы видели очень даже хорошие, в худшем случае стабильно все, в лучшем случае все растет, не может открыть и 50 магазинов, только по одному какому-то бренду, по всем было вообще-то много, я уже закрыл, не отразится, при прочих равных, при стабильных данных, вот, цены не сильно выросли, просадка была там до 26-27, тоже небольшая была в начале года, видимо, это связано с европейскими, какими-то локальными данными, хорошая поддержка у нас на 27, очень неплохая поддержка, много раз за 15-й год мы касались этих уровней, не могли пробить, после коррекции, может, даже брать неплохо было бы, если, конечно, сейчас не начнется, во вторник об этом поговорим, у нас сейчас нет времени, если вы слыхали, почитайте аналитику, сейчас вкратце я вам скину аналитику, Admirals Markets, фундаментальный анализ раздел, вот здесь я пишу, аналитику, я сегодня написал о том, что ФРС может начать ужесточать количественные меры, политику, свою монетарную, вот я скину вам сюда, что может значить сворачивание, собственно, и рынка капитала, и рынок облигаций может просесть, это очень серьезные последствия может оказать на рынок, поэтому осторожно надо к этому относиться, но об этом в повторник подробнее, надеюсь, вы читаете аналитику, так, где я был, я был в метрейдере, да, метатрейдер, итак, давайте глобальный проведем трендовый канал или линию, я вижу, что очень даже неплохой получается канал, вот если соединить эти минимумы, небольшой погрешностью, да, наверное, это не 2014 год, мы увидели, что цена, weekly видит, видит этот, давайте сожмем, посмотрим, может там еще что-то есть, да, мы даже не с самого начала начали, ну ладно, пускай будет так, так вот, если все точки видим, касаемся, то лучше оставить, так, увеличим обратно, мы видим, что я хотел сказать, канал, мы видим, что есть трендовая линия, но насколько она внутри канала движется, это вопрос, ну да, похоже, что движется, пускай лежит, то есть, конечно, грязно было исполнение, но нам нужна нижняя линия, чтобы понять, когда будет разворот, не дай бог, или покупать откасание линии, но пока я не вижу причин продавать, фундаментальные данные, на первый взгляд, повторюсь, на первый взгляд, мы не делали подробного анализа, там нужно копаться и копаться, я вам показывал, как и где смотреть, но баланс у нас есть за 10 лет, ну там, седьмой год уже не столь важен, да, вообще не важен, за три года последние можно посмотреть, что происходит, и вообще, рынок, где у них больше продаж, в Европе, да, рынок, шматья, так скажем, в Европе, проанализировать, потому что, когда я читал по Берберри, есть такая компания, тоже конкурент, кстати, Берберри, английская компания, по ним я читал исследования, ну не только по ним, у них там 1 миллиардер купил очень большой пакет Берберри, и 3%, по-моему, и я читал, что в Европе был вот пару лет спад на этом рынке, и он дождался, чтобы рынок восстановился, и вложил там несколько сот миллионов в Берберри. Так что, возможно, действительно, в это время был небольшой спад в этом секторе, в Европе. Но это нужно, конечно, изучать. Дальше, что мы можем еще сказать? Давайте на Дейли перейдем, посмотрим, есть ли какой-то момент. Вот сегодня выросли бумаги, но почему мы вчера не сделали этот вебинар, и не увидели, какие хорошие цифры, а еще лучше в феврале, когда был откат и касание вот этой линии, на 30, уже бы 10% имели. Ну что делать? Даже новый максимум показали, локальный, да, по максимуму. Да, локальный максимум за там 16-17 год. Выше стоили мы лишь в 15-м году. Потенциал, я думаю, есть у компании, если опираться на эти предварительные цифры. Дальше, что еще тут можно делать? Флажок, наверное, по классике посмотрим, что тут происходило. Вот тут мы пробили вот этот вот флажок, фигура продолжения. Да, неплохо пробили его и пошли дальше. Видите, ровно после этого пробития, свеча и несколько хороших свечей, длинных, особенно сегодняшние. Пробили предыдущий максимум. следующий максимум, наверное, тоже недалеко. Это вот отметка 35, образно, 35. Недолго до нее, думаю, хорошо бы от коррекции купить, потому что ради двух долларов, ради полутора долларов, на хаях покупать, конечно, не самое безопасное, но, ну, а что делать? Может, не будет коррекции. Я не предлагаю покупать, просто рассуждаю. Окей, давайте включим, тут больше ничего не вижу, даже если сжать график, каких-то технических фигур, не вижу. Эта линия очень четко отслеживается, трендовая ее можно называть основным, да, уровнем, где можно докупать. Может быть, коррекцию, если сделаем на 50%, на 50%, где-то вот в районе 32% можно купить, если дадут, или 32% с чем-то. Давайте посмотрим, что нам говорят, индикаторы, индикаторы по Zara, ну, не Zara, MBTX, на самом деле, ADX, ADX нам показывает, Strong Buy был как раз где-то в середине, сейчас я убежусь, что все видно, где-то в середине вот этого роста показал нам Strong Buy, MACD, один из моих любимых, MACD, показал тоже, еще раньше, еще раньше, где-то вот здесь уже дал buy, уже в хорошем профите, да, несколько процентов под десяток, что еще обычно я люблю на экране. Давайте посмотрим, не устал ли тренд RSI, не должен вроде прям сильно устать, но все-таки проверим, на всякий случай, RSI, RSI нам дает, вот, да, устал, устал, уже перешел в 70, давайте все-таки коррекции подождем, дождемся, RSI уже показывает, что немножечко тренд, так сказать, оверболт, перекуплен, это, конечно, ничего не значит, что он может еще долго быть перекупленным, сильный будет тренд, но просто мы опоздали в начале, в середину опоздали, поэтому сильно дергаться не стоит, если вы боитесь просадок, торговля у нас на середине маржинальная, так что эти просадки будут сильно бить по карману, Bollinger, наверное, раскрылся вверх, показывает, да, раскрылся вверх, развернулся, но хотя бы от касания средней полосы Bollinger и нисходящего канала, хотя бы, а еще лучше ниже, а еще лучше вот этого уровня, если дадут, подозреваю, что уже не дадут, так, у нас же 23, особо-то серьезных индикаторов не осталось, если у вас есть вопросы, потому что я не вижу, что еще можно, ну и параблик давайте посмотрим, наверняка он давным-давно в бае, да, давным-давно, в очень, кстати, параблик раньше всех показал бае, вот, до, до MACD или одновременно с ним, как говорят, хорошее время покупки было вчера, в акциях Inditex, действительно, это было вчера, хорошее время по покупке, день был нисходящий, испугались под конец дня, может даже протоколы были, американский ФРС опубликовал, похоже, что нет, Европа закрывается раньше, чем успел опубликовать ФРС свои протоколы, минутки, так называемые, ну, вы, наверное, в курсе, в курсе, вчера выходили минутки, так, у меня все, пожалуй, надеюсь, за счет презентации от Зара и быстрой речи я смог показать большую часть того, что необходимо инвестору, трейдеру, ну, разве что, не дай трейдинг спекулянту знать об этой компании, минимум, это такой минимальный набор, после которого начинается уже более-менее серьезная работа трейдера-инвестора, надеюсь, хотя бы вы поняли или увидели, кто не знал, где это смотреть, как это смотреть, все это я сделал с нуля, никаких предварительных данных у меня не было, никаких наработок у меня не было, ну, вру, наверное, я когда Зару готовил, просто зашел на сайт, посмотрел вообще сайт, меняемый или нет, это было месяц назад, когда объявил, что будет по Заре, вебинар, увидел, что да, есть что-то у них, и все, и закрыл, с нуля мы с вами вместе увидели, где это смотреть, как смотреть, что за цифры, самое главное все-таки, как и где, цифры могли быть разными, хорошо, что они были позитивные, у нас появилось, так сказать, понимание того, что Зара, Inditex, является неплохой, быстро растущей, развивающейся компанией, я не делюсь, если мы, допустим, через полгода с вами встретимся на вебинаре, Зара будет стоить дороже, если, конечно, не найдется такой глобальный риск, бывало там, в европейских рынках, все-таки мы подходим к концу бизнес-цикла, ну, или точно середину перешагнули, так вот, при прочих равных, бизнес, по идее, должен расти, ну, еще один момент, вы видели, наверное, на графике, 8-9 год, года кризиса, а для Европы еще и 11-й, там, долговой кризис и так далее, они никак не повлияли на бизнес Зара и других компаний, связанных с Inditex, то есть бизнес стабильно рос, и даже есть куда расти, регионы куда расти, так что, мне кажется, очень даже неплохо выглядит, Inditex, хотя, может быть, если кликнуть любую другую компанию из этого сектора, может, будет так же, но, кроме ГЕС, ГЕС точно не выглядит так, как выглядит, держать, что ГЕС нет в метатрейдере, а то бы мы его проанализировали, и у нас уже было бы с чем сравнивать, давайте посмотрим, что у нас есть в метатрейдере из европейских компаний, я вижу здесь сразу несколько европейских компаний, но в секторе-то посмотрим, Orange, сейчас я переключу, Orange, это нет, совсем не то, Philips, нет, Sanofi, SAP, Siemens, Telefonica, Unilever, Snapchat, вот появился недавно, ING Group, Societe Generale, Total, EON, Toc.com, да, в этом секторе ничего пока не вижу, BNP, Paribas, Danone, BMW, банка, как он называется, Bilbao, Bayer, BASF, Alliance, Airbus, и все, единственный представитель в сфере, так сказать, он называется, Apple Stores, по-моему, в этом самом варианте, в американском варианте, по Finvizu, он должен так называться, именно, Apple Clothing Textile Stores. Окей, давайте тогда завершим наш вебинар, надеюсь, было, достаточно полезной информации вы получили, если вам понравилось, поставьте плюсики, пишите свои темы, у нас уже на сайте, я вам покажу, есть раздел, полный уже по темам вебинаров, он уже заполнен до конца апреля, значит, у нас у Романа еженедельный технический анализ по системе Price Action, он тоже стабильный график уже имеет, он еженедельный, вот у меня фундаментальный по вторникам, у Романа, по-моему, по понедельникам, да, у Романа по понедельникам, у меня по вторникам, формирование портфеля, как сделать портфель, это был вопрос слушателя вебинаров, по просьбам слушателей, будет 13 апреля, и про свой трейдинг, свой путь я расскажу 20 апреля, и снова Роман, уже за май, тоже у него есть готовый список по техническому анализу по системе Price Action, ну и все пока, если у вас нет своих тем, то приглашаю вас на эти вебинары, я думаю, что 20 апреля вообще будет огонь, много интересного я, что вспомню, расскажу, а может даже вам будет неинтересно, посмотрим, всем удачи на рынках, всем хорошего профита, хорошего вечера, у нас нон-фармы завтра, будьте готовы, достаточно важные нон-фармы, так что хорошие трейдеры сильно не искуют перед нон-фармами или вообще сидят квадратные, то есть закрытые позиции. До следующего вторника в Skype и Instagram я наверху указал, добавляйтесь, подписывайтесь, задавайте вопросы, по мере возможности я буду отвечать. На сегодня все, удачного вам трейдинга, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok